На прационном месте эксперта Брестского межрайонного отдела Державного комитета судовых экспертов из Беларуси Олега Воробьева шмат разных и на погляд обывателя быт сам бы саправдных документов. Это и водительские посвящения, талоны о проходжении технического огляда транспортными сродками, медицинские справки, больничные листы, посвящения инвалидов и шмат иншого. А почему я не тут и что выкликало до их пильную увагу специалистов-криминалистов? Оказывается, это частковые цены, а вот полные подробки. Якие злочинцы мкнулись выдасть за саправдные. Чаще всего подделывают даты, например, для продления сроку действия документа. В медицинских справках речь идет о изменениях названий лекарств. Справочно хочу отметить, что оборот ряда лекарств, в том числе содержащих наркотические средства, психотропные вещества, подлежит контролю со стороны государства. И поэтому человек должен понимать, что получить лекарство, записанное в его рецепте, он может только исходя из условий рецепта и установленный срок. Злочинцы у своей деятельности не обмеживаются только частковой подробкой разных документов. Выкористовывают и самую сучастную технику. Калиноват сами друкуют водительское посвящение и с допомогой компьютерной техники ставят спечатки на документах. Только с начала года в Бресте таких подробок уже выявлено около 200. Вот пришла наследственная медицинская справка. Здесь дата исправлена. Дата, которая имеет место быть в отчиске, расположена на отчиске. Исправили год 5 на 6. То есть продлили срок действия данной справки. За такую деятельность закон продолжает отказность. Только с начала года уже узбуджено 76 криминальных справ за подробку документов. Полова за их передадено в суд. Ответственность по статье 380 предусматривает по части 1 до 2 лет ограничения свободы, по части 2 до 3 лет лишения свободы. В настоящее время Брестским межрайонным отделом расследуется уголовное дело по обвинению местной жительницы в предоставлении взбытия официальных поддельных документов. Женщина подделывала рецепты врача на предоставление ей в аптеках города медицинских препаратов. При этом она изменяла дату выдачи рецепта, либо наименование препарата. И получала таким образом седативные лекарственные средства. Юрий Петюр, Ирина Шепелевич, Тигра Накопян, телерадиокомпания Брест.